Сегодня у нас 4 сентября 2023 года, и мы вблизи деревни Инивка. Эти места я снимал не так давно. Тут линия обороны Москвы. Сейчас мы с вами идем справа от меня Малый Семенович, Головенький, слева Нарафаминск, даже он чуть-чуть слева позади. А на этом месте буквально 20 лет назад было поле. Трудно поверить, да, что вот эти вот все деревья выросли на месте поля. Ну, соответственно, в 90-е здесь было поле, в 90-е вообще здесь можно было проехать оттуда на машине. И вот здесь вот только, вот тропинка поворачивает, здесь только начинался лес. И мы бы сейчас с вами шли по краю поля. Ну, и по краю леса, кому как больше нравится. Я не так давно, года два назад, снимал. Вот здесь вот углубления, если их видно в земле, это окопы со времен Великой Отечественной войны. Их осталось уже не так много. Некоторые места, вот, кстати, тут воронка была. Сейчас видно будет. Вот здесь вот. Воронка, то ли еще что-то. Пом, воронка. Какие-то вещи были со временем засыпаны. Туда мусор активно выкидывали люди. И потом уже засыпали вместе с мусором эти ямы. Здесь вот окопы были. Причем вот видно. Один из старейших, кстати, у нас здесь муравейников. И вот, около березки, это все окопы со времен Великой Отечественной войны были. Вот еще. Там чуть позади. Уже, конечно, следы сильно стираются. А вот уже в сторону, вот здесь сейчас, прямо у нас за спиной, будет там Ташерово. Ну, в четырех километрах от этого места. Так вот там, по истории, как раз находились фашистские, немецко-фашистские войска. Они от Ташерово через деревню Новую шли до Малых Семеновичей. От Семеновичей шли уже на Головеньки. От Головенек до Акулова. Это у нас деревня Инивка. Вроде бы как она нигде особо не значится. Так вот, что там. Но они где-то мимо проходили. Наши позиции были вдоль Кубинского шоссе. То, что эти места как раз относятся к обороне Москвы. Вот остаточки снимаю. Потом тоже кто-нибудь выпилит все это, построит дачи. Ничего мы больше не увидим. Кстати, в этом году грибов было много. Что-то прям ходил тут, ходил тут. Только я с металлоискателем ходил. Так, побаловаться. Ничего тут, тут абсолютно все чисто. Прямо. Единственное, что там. Даже практически пивные банки не встречаются. Ну вот. Спасибо вам большое за просмотр. И любите историю. А из истории я вам сейчас покажу тоже уже раритет. Здесь вот у меня над головой раньше проходили телеграфные провода. А вот и телеграфный столб. Остаток. Скажем так. В этом году хотел заснять телефон-автомат, но оказалось, что только в деревне новое он есть. А вынивки его уже буквально вот за год ликвидировали. Провода отобрались к нему еще лет десять назад. А вот он, столб. Видите? Классический такой телеграфный столб. Потом молодежь спросит. Там папа, бушка там, да? Что это за какая-то странная штуковина в лесу стоит? Или уже валяется? Многие, наверное, уже и не скажут, что это. Какой-то, скажут, электрический или еще какой-то столб старый. А это вот был телеграфный столб. Где-то вот он один из первых вот здесь вот в лесу упал. Провода натянулись сначала, потом оборвались. Ну и все, на этом все закончилось. Да, вот получается, где я сказал, потому что вот он еще один стоит. Тем более, вот он. Спасибо вам за большое за просмотр. Любите историю. Спасибо.